ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, если честно, и не слишком сложно. То есть ты бы смог повторить всё это? Пройти путь заново? С чистого листа? Слушай, братан, да у меня каждый день с чистого листа. То есть? Да, конечно, смог бы. Вообще легко. С чистого листа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Денис, ну сколько можно звонить? Почему я каждый раз по полчаса должна стоять под дверью собственной квартиры? Ты деньги за квартиру когда отдашь? Почему я постоянно должна их у тебя вытягивать? Не, ну вы посмотрите на него. Как будто меня не слышат. Если платить нечем, то я не держу. Выселяйся, я других жильцов заселю. Денис, ну ты пойми, меня тоже правильно. Мне тоже деньги нужны. Ты мне не платишь. Ты же какой раз я прихожу, ты вообще б***ь. Б***ь, вот эти вот твои приколы всякие. Вот жену найди себе, хотя... Б***ь, 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 б***ь. Денег ты за квартиру собираешься мне приносить, или как? Нет, ну посмотри на него. Придурок! Эй, мужик! Ты че около моей тачки забыл, а? Извините. Игорюк, Андрей, это мой сырник. Тут я, блин, и хорюк. Я его нашла. Игорюк, ты мне так не говоришь, что ты-то бухал, походу, ведь. Это, тебе что надо? Мы нищим повторникам не подаем. Ты че, Игорюк? Здесь же суббота. А мы это вообще никогда не подаем. А самих денег нету? Да, иди отсюда, бомж. Ребят, вы что, меня не узнали? Я Денис Бубнов, блогер. У меня почти 7 миллионов подписчиков. Да там хоть Бубнов, хоть Бузова, разницы нет. Это, ты, звезда-то наша. Ты бы сначала себе штаны какие-нибудь нормальные купил бы, а потом подходил. Эти нищим рот совсем неадекватные стали, ага. Ты че, не говори, Игорюк. А, смотри, пошел, звезда в растопырку ходит. Неадекватный какой-то. О, смотри, толстый. Какой-то бомж у нас новый на районе поселился. Погнали, заценим. А че, босой, погнали, приколим. О, здорово, бомжара. Как дела? Как же туха-ботовуха? Че к нам на район заехал? Да как, как? Еще вчера я был популярным блогером. Полно денег, крутая машина. Слава. А сегодня утром проснулся вот в этих вот отрепьях. Хожу в них по городу, и вообще никто не узнает. Даже соседи. Ну вот и вы туда же. Говорил тебе, надо к нему подойти и приколоть. Говорил, толстый? Да, да, говорил. Ну и что делать? Как быть? Как так получилось? В один день у меня не стало ничего. Ни денег, ни славы, ни машины. Даже нормальной одежды. Одна старая квартира с долгом за аренду, из которой и то скоро выселят. О, Димас что ли идет? Вот точно, Димас. Хотя, что толку? Все равно он меня не узнает. Я оказался совсем ненужным этому миру. Как будто меня вообще нет. О, Дэн, здорово, как ты? Не понял. Димас, ты меня узнаешь? Как тебе не узнать такого большого блогера? Я не знаю, что происходит, Димас, но меня вообще никто не узнает. Люди идут мимо, как будто меня нет. Неприятно, да? Непривычно, главное. Да не то слово. Вообще ужас. Я не думал, что будет так сложно. Ну что, смог бы все начать с чистого листа? А перед этим важным ответом, позвольте мне, ребят, перенесись в нашу реальность, где я все еще популярный блогер. Ребят, для тех, кто еще не знает, мы уже два месяца снимаем для вас наш новый сериал «Вирус». И уже целых 18 серий мы для вас отсняли, и они доступны на моем Рутуб-канале Денис Бубнов. Поэтому, сразу, как только досмотрите этот ролик, переходите по ссылке в описании и смотрите наш новый сериал. Он реально очень крутой и вам точно понравится. Ведь это лучшее, что мы делали. Все ссылки в описании. Ну что, смог бы все начать с чистого листа? А ты знаешь, да. Если смог однажды, смогу и теперь. Я упертый. И всегда добиваюсь того, чего хочу. Ну что ж, поглядим. И полетели дни, похожие друг на друга, как две капли. Я купил БУ экшн-камеру и начал потихоньку снимать ролики. Параллельно устроился на работу, чтобы хоть как-то есть и платить за квартиру. Наконец-то принес. Так, стоп. Пять тысяч не хватает. Я на днях донесу. Каждый день я снимал и работал. Работал и снимал. Но подписчики в моих соцсетях и Ютубе почти совсем не менялись. Я даже не знаю, сколько времени прошло. День за днём летел, как под копирку. Чё смотришь? Прыгай в тачку. Крутая бэха. Взял недавно? Да. Трёхлитровый дизель, как у тебя в прошлой жизни. Ты знаешь, я здесь понял, что нет. Что нет? Я не смогу начать всё заново. Невозможно всё повторить, с чистого листа. Ты уверен? Я много работал долгие годы. Я вставал на съёмки в пять утра. Я целыми днями учился играть и писать сценарии. И в итоге у меня всё же получилось стать звездой. Набрать почти 7 миллионов подписчиков. Но всего бы этого не было, если бы я не начал снимать свой главный сериал о безумном котёнке. Ну да. И какой вывод? А вывод, Димас, неутешительный. Нужно много работать. Нужно всего себя отдавать полностью на пути к своей мечте. Но всё равно ничего этого не будет, если в нужное время и в нужном месте тебе просто не повезёт. Ну сколько можно ждать? Мы 20 минутами стоим. Ты что спешишь, что ли? Я понимаю. Ты что застыл-то? Ой, ребята, погнали к столу. Сейчас кофейку бахнем, а потом на съёмки сразу. Ох, ребят, я так рад вас всех видеть. Вы все такие крутые, творческие. Чё это с ним? Да фиг знает. Не с той ноги, что ли, встал. Я, кстати, всё хотел у тебя спросить, Димас. А ты бы смог с чистого листа? Ну что, ребят, вот и подошёл к концу наш сегодняшний ролик. Ставьте лайки, пишите самые крутые комментарии и, конечно же, подписывайтесь на канал. А также напишите в комментариях, смогли бы вы начать всё заново, с чистого листа. Ну и самое, конечно, главное, ребят, в посылке в описании есть мой рутуб-канал, называют «Денис Бубнов». Там уже 18 серий нашего нового крутого сериала «Вирус». И уже скоро там финал. И, конечно, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ведь там я постоянно с вами общаюсь, сижу в чатах и вообще мы там круто проводим время. Ссылки все в описании. И всем удачи, ребят. Всем пока. Обычно в машине мы снимаем сразу на две камеры. GoPro ставим сюда и здесь снимаем с большой камеры, с основной, на которую сейчас снимает Толян. Но на самом деле мы сейчас с двух и снимаем. Просто Толян как осьминог держит двумя руками. Вообще, короче, хочу открыть люк и залезть и прямо оттуда управлять машиной. Но делать этого нельзя, потому что мы сейчас находимся на дороге общего пользования. И, к сожалению, затею придётся перенести. Хотя... О, кстати, ребят, вы меня просили в нашем телеграм-канале заехать к котёнку лайки и снять его на видео. Буквально вчера это было. А вот. Поэтому давайте сначала тогда заедем на старую квартиру к котёнку, а потом уже поедем в центр. Тем более у меня с собой ключики. Это не те. Вот эти ключики. И нам как раз по пути. Дай этот. Ты как в старую камеру ты вообще отвёл куку. Ты не на меня смотришь, что ли, ты её повёл бы. А я снимаю на экшу. А ты руль снимаешь? А ты это вообще не снимаешь? Не, это звук у меня. А-а-а. Дай кофе, дай. Вот так что, ребят, у нас сегодня полный экспромтный, экспромтный, экспромтный ролик. Где мои таблетки? Дай таблетки, пожалуйста. Кстати, пока мы едем, ну вернее стоим в пробке, а самое время подписаться на мой телеграм-канал. Ведь там у нас каждый день практически горячие обсуждения, в которых я тоже принимаю участие. Сними вот этот сзади, там бомжик сидит. Скажи что им. Что тебе сказать? Дай мои таблетки. Ну и на ВК, ребят, тоже можете подписаться, потому что мало ли что случится с Ютубом. Тогда там у нас будут выходить ролики. Ссылочка. Где? Правильно. В описании. Вы, наверное, думаете, почему я сейчас еду без ремня? Потому что мы в прошлом кадре. Я был с ремнем, и мы его просто переснимаем. Все, ребят, мы приехали. Короче, выходим, пойдем на старую хату. Отвык уже, если честно, подниматься, на какой-то этаж, на пятый тем более, потому что у меня там в другой квартире лифт, а здесь эти, по которым еще ногами идешь. Тиньки. Да, вот, ступеньки. Хватит, тоже поснимай. А фигушки буду снимать с себя. Привет, Толя. Привет. Привет. Вот, смотрите, какой. Холесый. Большой. Тёшь ты. Любит меня. Скучал? Скучал? Это кот, короче, ребят, это лайки. Здесь сейчас один живет, если честно. Мать его кормит, каждый день приходит, с ним ночует. Мурок, ты будешь? Просто только, что Ленка напугал, он ее боится, ужас. Она зашла, и он сразу убежал, поэтому мы кадр пропустили. Так он обычно сразу встречает, приходит, мяукает, довольный. Мы один раз ролик снимали, Ленка его, короче, очень сильно напугал. Ну, там был кадр из ролика, надо было, сильно заорать надо было. Она заорала, короче, и все, она с тех пор ее очень сильно боится. Прям убегает, когда ее видит. Камеру не боится, Толя не боится, он никак не обижал. А Ленку боится. Хороший такой. Без перхоти, вот, блин, после него надо прям сразу это. Помните, ребят, сколько мы здесь роликов снимали? Это же ужас, сколько. Около 250 роликов мы сняли из этой квартиры, ребят. Я бы рад смотреть в камеру, но я пытаюсь эту штуку оторвать, она какая-то китайская, по-моему. Хо. Все, лицо в коте. Незаменимая штука, когда у вас кот. Мы спрашивали, какой породы у меня кот? Кот, короче, этот, не британец, он шотландский, прямоухий, самый красивый и умный в мире, но и самый больной. У него есть все болезни, которые бывают у котов вообще. Короче, все, походу трындец. Короче, все, мы вашу просьбу выполнили, с котом поиграли, покормили, попоили и пойдем сейчас дальше. И прямо сейчас мы окажемся в другом месте. Для нас пройдет пару часов, для вас всего лишь полсекунды. И вот мы уже появились где? Вы думаете, в центре города? Нет, не совсем. Это Красноармейский проспект. Хотя, может, это и есть центр. Здесь работает один очень известный персонаж из наших роликов. И вы очень часто просите показать, как у него дела. Погнали, надеюсь, он на месте. И вот, собственно, его мастерская. Давайте поздороваемся. Здорово. У нас тут сегодня что-то наподобие влога, необычного формата. Мы снимаем ролик, короче, привет. Вот так вот. Круто, так без мата. Еще и без мата. Я сейчас запикаю, я сейчас запикаю. телефонный релми. Ребят, вы догадались вообще, кто это? Каких персонажей он играл у нас на канале? Напишите в комментариях. Это, милый человек, мы, собственно, вот по какому делу. Денег нет, сразу говорю. Это, да деньги там, они не нужны. Ты вот это, телефончик, посмотри, хороший. Ну что, хороший аппарат, 12 про. А откуда он у тебя? Так это он, это мой личный, я его уже давно купил, когда еще у меня этот свой бизнес был, да? Ну а что вы хотите? Так я это и говорю, а насколько вы его у меня, это, купить сможете, сокровище мое, так продавать его не хочу, но уж очень, это, вкус хочется. Ничем не могу помочь, скупкой краденого я не занимаюсь. Да не краденого, совсем что ли? Тебе же обестают, дебилу. Да пошли отсюда, хватит заразниче, все улицы смотрят. Интересно, что они здесь делают? Они же вроде у нас на районе живут. Да ладно, что ты, здесь таких персонажей... Тьфу, давай еще раз. Давай. Да ладно, что ты, тут так пик... у нас не постановлено, если что, не постановлено. С***, опять сломали. Что сломали? Я у меня всю стенку пламал. Ладно, хрен слить, давай еще раз. Да ну нафиг, у нас таких персонажей навалом. В конце концов, центр города, что ты хотел? Ну ладно, тебя поедали, зрителям показали, я пошел, давай. У меня так один пи*** выползил. Мы попрощались с Витьком, вернулись в машину. Ну что, теперь мы поедем в самый центр нашего города, на искру. Там еще набережная рядом, туда тоже можно будет заехать. Через 10 минут мы уже были на месте, припарковали машину. О, а у меня идея. А давайте на пару минут позовем нашего главного героя сериала, пацана, и пусть он сам погуляет по новым локациям. Погнали. А, а, не понял, где я? Чего я тут делаю? В джипе каком-то, БМВ, да еще и М. Я вышел из машины, осмотрелся. Парковка какая-то огромная, но кажется, я никогда здесь не был. Да ну нафиг, обратно в машину пойду. Чего? Только что же, открыта была. Эй, алло, я из тебя же вышел минуту назад. Ладно, делать нечего, пойду пешком прогуляюсь. Я прошел парковку, перешел через дорогу. Пипец, пусто. Вообще ничего нет, ни денег, ни телефона. И главное, я совсем не понимаю, где я нахожусь. Я шел дальше по улице и гладел по сторонам. Какие-то красивые здания, много незнакомых людей, все куда-то спешат, суетятся, ничего не понимаю. Я бродил по незнакомым улицам еще минут пять. О, кажется, не все люди здесь новые для меня. О, смотри, басы, кто идет. Походу, наш этот, пацанчик с района. Ага, походу, он самый. Это, слышишь, а может, пошли в подваль, а то смотри, что у него шмотки какие-то модные, да еще и в центре города. Погнали. О, какие люди в Голливуде. А что это ты у нас тут в центре города делаешь, модный такой? Ты ж это, с другого района. Да я это, ребят, сам не понимаю, как здесь оказался. Появился в большом джипе в БМВ, потом пришел сюда и не знаю, как домой попасть. Ой, это что несешь? Ну ты заморил, пацан, в БМВ он очнулся, ну ты приколол. Слышь, босс он что несет, да? В большом джипе еще небось денег полный карманы. Да не, ребят, у меня правда нет ни денег, ни телефона. Я честно говорю. Не, пацан, слушай, ты нас знаешь, мы люди авторитетные, а это уже какое-то неуважение получается. А ну-ка, не бабки. Я еще пару минут рассказывал гопникам, что у меня реально нет ни копейки. К моему удивлению, они почти поверили. Ладно, пацан, короче, мы тут посвящались и решили, сейчас мы тебя доставляем домой, а потом ты нам по факту оплачиваешь за дорогу по рукам? Да, конечно. Гопники повели меня домой. Через 20 минут я уже заходил в квартиру. Вернее, я пытался ее открыть. Блин, точно, ключей же нет. И телефона тоже. Как я домой-то попаду? Да расслабься, пацан, тебя же нет в этой серии. Именно поэтому ты появился непонятно в какой машине без денег и телефона. А сейчас, ребят, мы опять хлопнем в ладоши и окажемся совершенно в другом месте. И мы появились в маленьком Тульском пролетарском парке, в котором, как вы знаете, было снято очень много роликов. Погнали за мной. Короче, короче. Давай, сейчас чуть пройдем, потом будет короче. холодно, потому что давай потом по сценарию. Не получается пока без сценария. Если вы заметили, то сейчас я в другой одежде. А это значит чего? То, что я, короче, сегодня в другой день наших съемок. Я просто забыл слова, я же не по сценарию работаю. А вот. И сейчас я в другой одежде. Но на самом деле, я в той же одежде, потому что я вспомнил. Но день сейчас реально другой. А вот. Поэтому мы сейчас таки идем, ночью на расслабоне. Бомжиху снимись с другой стороны. Вот. Переверни камеру. Вот тут бомжи. Брию. Помнишь, Толян, сколько крутых роликов мы здесь сняли в этом парке? А вон на тех этих, как они называются, бенчах, на тех скамейках сидели бомжи. О, они, кажется, и сейчас там сидят. Пойдем, подойдем. И верю я, наступит встреча под крышей дома. Твоего под крышей дома. Твоего. О, ребят, здорово. Как вы здесь оказались? Вы же только недавно в центре города же были. Ну так, мы это же, мобильные. А ты как хотел, хочешь жить, умей вертеться. Дай сутку. Ничего себе. Я только подошел, тебе уже сутку давай. Давайте вы тоже что-то мне сделаете. Может быть, потанцуете или споете. Это легко. Давай, Лен, зову, б***ь, ты Светка. Давай сейчас. Аааа. Кто такая Лена? Ууу, это, ээээ, как тебя зовут? Денис, это же легко. Давай, Свет, заводи. Я бы мог с тобою быть, я бы мог про все забыть, я бы мог тебя любить, но это лишь игра. В шуме ветра за спиной, я забуду голос твой, и о той любви земной, что нас сжигала впрах. Все, заболчи, это, все, отработали, давай сутку. Ладно, держите 200, как раз каждому по сотке, порвете ее пополам. Ууу, спасибо, братан, что садишь-то, поделай. Вам же быстро убежали, как будто их и не было. Мы дальше пошли гулять по парку. Ну что, ребят, напишите в комментариях, понравился ли вам такой формат наших роликов. Если да, то мы будем регулярно их делать, а вон там общественный туалет, если что, чтобы вы понимали. Мы будем показывать нашу жизнь, жизнь нашего города, всех наших актеров, именно такой, какая она есть. Именно поэтому, один из сегодняшних персонажей, так много матерился. Заранее, ребят, извиняюсь за это, но он такой человек, поэтому мы показываем, вернее, мы же правду показываем, поэтому он и матерился, мы это только запекали, и все. Вот, и вообще все мы не без греха. А сейчас мы, короче, опять хлопнем в ладоши, и появимся снова в другой локации. Нам одна секунда, а Толяну все это опять монтировать. Ха-ха, долго, ха-ха.